Уважаемые коллеги, рада приветствовать всех на сегодняшнем вебинаре. И сегодня мы с вами поговорим о библиографических описаниях законодательных актов и стандартов на примере ГОСТов. Конечно, все-все охватить мы просто физически не сможем за то время, которое нам отведено. И напоминаю, у нас все-таки цикл этой библиографии для небиблиографов, поэтому мы разбираем самые простые случаи, самые простые правила, примеры, то есть то, с чем чаще всего и сталкиваются несчастные студенты, магистранты, аспиранты и их научные руководители. Поэтому о самом простом, но самом насущном, наверное. Я так чувствую, что пора оформления курсовых дипломных проектов, магистрских ВКР и прочих диссертационных исследований, она переходит уже в стадию горячей. И один из вопросов, с которым мы часто сталкиваемся, как оформить именно законодательные акты или какие-то ГОСТы, которые нам попадаются в нашей работе, мы их обязаны указать в список источников. И вот здесь начинается большая проблема, потому что они очень страшные. Это действительно очень страшные. Там много слов, много букв. И кажется, что это просто невозможно. Ничего не понятно. На самом деле они не настолько страшные. И мы сегодня это с вами увидим. Сразу открою маленькую тайну. Там много копипаста. Скопировал, поставил. Копипейст. Вот этой работы там достаточно много. Такой, чтобы уж прям сильно задействовать свой аналитикологический аппарат мозга, там не настолько и много. Но опять же мы говорим о простых описаниях, кратких и расширенных. Рассматриваем в формате расширенных то, что как раз в курсовых работах, в дипломных проектах чаще всего и используется. И вот здесь мы боимся как раз вот этого объема. Видишь, огромное описание становится страшным. Второй важный момент. В ГОСТах или очень мало примеров, или какие-то примеры вообще отсутствуют. Очень мало внимания уделено, если вообще уделено, этим вопросам. И законодательным актам, и нашим стандартам. И вот это еще один такой фактор возникновения Библио Страха. Вот сегодня попробуем собрать и посмотреть, что откуда можно взять и как это можно использовать. Ну и три вопроса, по которым мы сегодня пройдемся. Какие ГОСТы нам понадобятся для работы, что желательно иметь под рукой. Рассмотрим библиографические описания вот этих ресурсов законодательных и нормативных на примере ГОСТов. Какие там есть особенности. И самое главное, что откуда берется и что куда вставляется. То есть по схемам и примерам мы по вот этой схеме пройдемся. Ну и пару слов буквально скажу про ссылки. Как оформляются ссылки на законодательные и нормативные ресурсы в анонсе, не помню, по-моему, там у нас такого не было. Но там есть пара схем, которые могут пригодиться. Но опять же, если вы оформляете в затекстовых ссылках выноски, то есть в квадратных скобочках в тексте, отсылку. И вот то, что уходит у нас за текст. Мы там список делаем, но список по ГОСТу 2008. Вот в этом случае нам пригодится вот эта третья часть. Либо подстрочные ссылки. Вот здесь она тоже нам может пригодиться. Но самое главное – это описание. Со ссылками попроще, потому что они формируются из тех же элементов и областей, что и описание, только там меньше данных мы используем. А структура, она остается та же самая. Мы просто убираем лишнее из описания и знак, точка, тире, меняем на точку. И у нас получается красивая ссылка. Поэтому если у нас правильно оформленное описание, грамотное, и мы понимаем, чего мы там натворили, и почему мы это вот сюда поставили, а вот это туда, нам из этого ссылку сделать гораздо проще и легче. Ну, затекстовые ссылки иногда оформляют просто отсылка в тексте в квадратных скобочках, там номер источника и список источников мы делаем по ГОСТу библиографической записи, библиографическое описание. Такая возможность тоже есть. Это не в полном смысле затекстовая ссылка, это не затекстовая ссылка, это отсылка к списку источников. Но по привычке ее называют, все равно продолжают называть затекстовые ссылки. Ссылка. Тоже допустимый вариант для не публикуемых работ, в котором ВКР студенческие работы относятся, мы их в издательство же не отдаем, и для сокращения количества ГОСТов и сокращения количества мучений студентов и преподавателей очень часто такой вариант используется и применяется. Допустимо, да, есть в ГОСТе 2008 прям в примечании, вот это вот маленькое примечание, которое про это говорит. Ну, не касательно студенческих работ напрямую, но мы его можем использовать в своих методических рекомендациях, и тогда у нас все получается очень даже по ГОСТу. Мы используем это примечание. Ну вот, к первому вопросу. Какие регламентирующие документы нам могут понадобиться? Ну, во-первых, наш любимый ГОСТ библиографической записи, библиографическое описание, надеюсь, что любимый уже 2018 года, новый стандарт под библиографическое описание законодательных и нормативных ресурсов, ну, мы говорим о ГОСТах, значит ГОСТов, составляются по общим правилам, которые вот в этом ГОСТе библиографической записи описания изложены. И плюс некоторые особенности именно для этих видов ресурсов. В разных пунктах ГОСТа они оговариваются, но нет отдельного такого раздела или пункта, прям так. А вот законодательные материалы делаем вот так. Это надо смотреть уже по самому ГОСТу. Но какие знаки предписанной пунктуации, как строится схема общего библиографического описания, это все находится здесь, в общем разделе, в четвертом, и в пятом разделе тоже. Вот это мы здесь смотрим. Подробно мы на нем останавливаться. Ну и вот какие еще вещи нам могут понадобиться. Ой, сейчас указочку возьму. Здесь я их вам перечислила, что в основном, да, ну и плюс еще что-то может добавиться. Ну и умение ориентироваться в самой структуре ГОСТа, посмотреть, где находятся нужные нам пункты. Уметь ориентироваться по разделам. На эту тему у нас был отдельный вебинар, поэтому можно в записях посмотреть. Там мы подробно-подробно прям по всем областям проходили. Ну и себе напоминаем, что для законодательных актов и для ГОСТов нам может понадобиться и вот этот документ. Еще два важных ГОСТа, которым мы можем прибегать в случае возникновения опасности. Заголовок библиографической записи. И хотя он 2000 года, но там есть два важных раздела. Виды, при этом два важных момента, которые нам могут понадобиться, это виды заголовков и особенности каждого вида заголовка. Подробно прям отдельно рассматриваются в разных разделах. И нам чаще всего для законодательных актов и для наших стандартов важны шестой и восьмой раздел. Вот мы сегодня, кстати, вот эти моменты с вами тоже посмотрим, связанные с этим ГОСТом. А заголовок играет одну из очень важных ролей в описаниях законодательных актов и вот тех же самых стандартов. И ГОСТ 2022, R7-0108, новый совершенно ГОСТ, библиографические ссылки на электронные документы. Вот он касается только электронных документов, но здесь многоточие, там название очень длинное, размещаем, размещенных в информационно-телекоммуникационных сетях, в общем, заковыристое, проще говоря, для сетевых ресурсов. То, что вот в сети есть, вот как оформить библиографические ссылки на эти ресурсы. Но они здесь называются документы, ну хорошо, на эти документы сетевого распространения. Да, и здесь рассматриваются особенности оформления, в том числе есть несколько пунктов, которые касаются законодательных ресурсов, размещенных в различных системах. Но ГОСТ немножко очень требует внимания, поэтому прежде чем рекомендовать, например, студентам или магистрантам обратиться к этому ГОСТу, а иди читай, там все есть, почитайте его сначала сами, потому что есть много моментов, которые требуют нашего особого внимания, скажем так. Структура там очень необычная, и там нет привычных нам из предыдущих ГОСТов, любимый раздел в конце, образцы приложения. И вот все образцы, раз, может куда, в первую очередь, туда смотрим. А здесь, в этом ГОСТе, такого нет. Они все раскиданы по всему ГОСТу. Ну и тоже требуют очень внимательной, тщательной сначала изучения, проверки методистами, библиотекарями, научными руководителями, авторами методических рекомендаций. Вот кто составляет методички, пожалуйста, очень сначала аккуратно сами поработайте, может быть, даже не отдавать на него прям полностью ссылку с тем, чтобы студенты с ним непосредственно работали, а дать какие-то рекомендации, вынести их в методические пособия. Ну а если уж, тогда смотри там. Ну и опять же, структура ГОСТов тоже нужна. По ГОСТам у нас был тоже отдельный вебинар, по-моему, ой, конец декабря или начало января, какие ГОСТы нужны при оформлении разных письменных работ студенческих. Там мы тоже подробно прям по всем структурам этих ГОСТов проходили. Сейчас мы просто вспоминаем и готовим как бы себе базу, то, что нам может понадобиться при составлении вот таких библиографических описаний на сегодняшние виды документов. И важный момент, который нам нужен, это не только сами ГОСТы, но и то, с чего вообще начинается вся эпопея с составлением библиографических описаний, это понимание определения типа источника. Какой источник у нас в руках? Это одночасный или многочасный? Он вышел одной книжкой? Или собрание сочинений, сборник законодательства в пяти томах? Это какое описание мы будем составлять? Одноуровневое и многоуровневое? Чаще всего, конечно, одноуровневое. Какой это источник? Это печатный или электронный? Вот это важно определять с самого начала, чтобы точно выбирать и точечно выбирать и нужные ГОСТы, и нужные пункты ГОСТов, а не метаться по всему вот этому изобилию правил в состоянии шока и паники. Сначала отвечаем на вопрос. И если мы понимаем, что у нас в руках там одночасный ресурс или закон, который размещен в сборнике, возможно, мы будем делать здесь описание как на составную часть ресурса. Или на целый ресурс мы делаем, или на составную часть. А значит, мы уже знаем вот эти важные слова. Одночасный ресурс, многочастный ресурс, описание целого ресурса или составной части ресурса. И вот эти слова, они используются, это терминология самого ГОСТа. И вот теперь нам уже легче ориентироваться. То есть вот такие вот простые вещи, они тоже с самого начала должны быть определены, а потом нам уже легко в самих ГОСТах искать нужные моменты. И важный элемент в описании законодательных ресурсов, начнем с него, с этого типа, самая первая особенность – это заголовок. И нормативные законодательные ресурсы мы можем описать в двух видах. Два существуют способа, как мы это можем сделать в двух способах. Либо под заглавием, очень часто используемый вариант, либо под заголовком, и то, и другое допустимо. Но под заголовком удобнее собирать, удобнее структурировать, удобнее вот сам список источников, удобнее искать. Ну и для научных руководителей, рецензентов и членов тестационных комиссий удобно сразу быстро понять, насколько проработана была законодательная база, например, защищающимся. Все ли законы он учел из того, что должно быть в работе, на все ли было обращено внимание или нет. Под заглавием это сложнее сделать, потому что важные вещи, они уходят вот сюда. А здесь они перебираются вот сюда, в заголовок. И мы сразу можем увидеть, что под законов десяточек. А здесь они просто будут по общему алфавиту заглавий, и может получиться небольшая каша в списке источников. Поэтому вообще предпочтительный способ – это описание под заголовком. Поэтому здесь происходит первая запинка об этот заголовок. Мы привыкли, что у нас в заголовке идет фамилия автора, инициалы, потом точка, а потом пошло заглавие. Ну и по инерции мы смотрим, а как же для законов-то быть? Или для гостов. А тут же нет автора. Кого писать в авторе? Заголовка-то получается, что нет, а заголовок, оказывается, есть. Потому что у нас есть несколько видов заголовков. Вот когда автор – это авторский заголовок. А есть еще и другие. И вот это все как раз в гости. У нас находится 7,82 тысячи. Гост библиографический заголовок. Там это все разобрано. Вот мы по ним сейчас посмотрим, какие заголовки там существуют, и что мы для законодательных актов можем использовать. И использование заголовка, оно как раз связано со структурой самого списка источников, то, о чем я вам сказала. Ну, это вот примерная схема, это не окончательный, единственный верный и правильный результат. Примерная схема, такая укропненная, да, как это может выглядеть. Но всегда рекомендуется законодательные акты выносить в начало списка. Внутри, например, идут сначала все законодательные акты, а внутри либо по хронологии, либо чаще всего по алфавиту заглавий или заголовков. Вот здесь заголовок нам как раз помогает. Структура получается очень красивая и сразу видно. Внутри этого раздела, да, и куда, а куда идут ГОСТы, иногда возникает вопрос. Вот после законодательных актов вот туда иногда вставляют ГОСТы. Иногда делают отдельно. Там есть ли много какие-то стандарты, прескуренты, патенты. Ну, это опять же от направления подготовки зависит и от самой работы. Иногда их можно выделить в отдельный список, но у нас нет стандарта на это, поэтому мы можем как-то это обосновать и принять такое решение и методически прописать там рекомендации. Либо после законодательных актов, вот в первом разделе, в конце идут нормативные различные акты. Ну, вот таким образом. Значит, они выделяются отдельно. Внутри у них тоже есть своя структура. Принято делать, ну, вот так, группировать внутри раздела материалы. Сначала международные законодательные акты, потом конституция, конституционные законы, федеральные законы и дальше пошли подзаконные акты. Это все, что связано с президентом указа, приказа и распоряжения. Здесь все прописать невозможно, поэтому уже сами дополняем. Все, что издано, указ, приказ, распоряжение, постановление президента РФ, все, все, что связано с президентом. Потом все, что связано с правительством. Сюда же те же указы, приказы и прочее. Затем министерства, ведомства, государственные комитеты, органы исполнительной власти, субъектов, муниципальных органов и внутренние локальные акты отдельных предприятий и учреждений. То есть понятная инструктура от общего к частному, до большего к меньшему. И внутри они могут располагаться, там тоже разные варианты группировки могут быть, но чаще всего располагают по алфавиту. И вот опять же наличие заголовка, оно нам помогает эту задачу решить очень хорошо, правильно расположить по алфавиту. Сначала идут у нас, мы сразу открываем список и мы видим, ага, идет Российская Федерация, президент, приказы. Потом идут все Российская Федерация, президент, все указы. И дальше они уже по алфавиту, названия идут. То есть количественно оценить, насколько была проработана законодательная база, уже достаточно одного взгляда на работу, и это можно уже сделать. Ну и научным руководителям это удобно, давать какие-то рекомендации по ходу выполнения работы или окончательные правки. В последние 10 минут допиши еще 32 закона и все будет хорошо. Нет, ну шутки шутками, а на самом деле действительно очень удобная вещь получается. Поэтому под заголовком очень удобно это делать. Нет, ну если кому-то нравится больше под заглавием, а мы так привыкли, ну запретить-то никто нам не может. Но в основном и даже в каталогах мы сталкиваемся с тем, что описания идут под заголовком. Поэтому все равно нам эту тему узнать нужно, чтобы правильно находить документы и не пугаться. А в списках чужих, к чужим работам, ну мы же смотрим чужие диссертации, дипломы, ВКР. Никуда от этого не денешься, все равно смотрим. В части списков мы можем разные варианты встречать, поэтому мы тоже должны не пугаться, а понимать, что это, с чем мы имеем дело. Что это описание под заголовком, вот это под заглавием. И заголовки, вот зная эту структуру, кстати, заголовок очень легко можно сформулировать. Есть типовые примеры, но в самом же ГОСТе написано, что, в общем-то, заголовок формулируется самой библиографирующей организацией, либо библиографирующим лицом, вот кем мы и являемся, когда составляем список своих источников и описание для него. Какие виды заголовков есть в ГОСТе 2000 года? Там выделено вот несколько таких основных групп, и по ним как раз отдельные разделы рассказывают правила именно для этих заголовков. По авторским заголовкам, там, где имя лица, у нас тоже, по-моему, год назад было, или два года назад, в общем, есть запись вебинара, мы там подробно это все разбирали, со всеми нюансами, туда мы не идем, ну, если кому надо, может, там будет посмотреть. Наименование организации, унифицированное, обозначение документа и географическое название. Вот чаще всего мы имеем дело вот с этими двумя видами заголовков при описаниях законодательных нормативных актов, и, соответственно, нам нужны будут вот эти два раздела соответствующие, шестой и восьмой. Вот там эти правила изложены, там эти правила рассматриваются отдельными пунктами, и вот там мы на них как раз и ориентируемся. Вот это можно методички как раз к этой теме порекомендовать смотреть. Они очень маленькие, сам ГОСТ, там страниц 10, чуть больше, там страниц 15, наверное, занимает максимум основного текста около 10, который нужен. Поэтому он не такой уже и страшный. И когда мы составляем наши законодательные материалы, мы можем иметь дело с простым заголовком, а чаще всего сложный. Вот он у нас с вами и встречается очень часто. Вот примеры такого сложного заголовка. Видите, он состоит как бы из двух частей, разделенных точкой. Российская Федерация, Государственная Дума. Москва, правительство. Российская Федерация, президент. А вот здесь еще может быть что-то дополнено. Ну или там для различных международных договоров, воинских уставов, законов и документов законодательного характера различных ведомств, государственных организаций. Вот применяется такая форма записи. И вот эти вот правила, они изложены не только в шестом разделе, а еще конкретнее пункты 6.8 и 6.9. Вот первые примеры, это на пункт 6.8. Заголовок, содержащий наименование органов государственной власти, всегда имеет сложную структуру. Первое звено, это название страны или административно-территориального образования. Вместо Российской Федерации, вот как у нас в примере, может идти Москва. Но тогда речь идет не о правительстве Российской Федерации, а какой-то приказ, указ, закон правительства Москвы. Может быть там Республика Башкортостана, Республика Бурятия. То есть какое-то административно-территориальное образование. А вторая часть, вот эта сереньким, это наименование самого органа власти. Президент, Народный хурал, Министерство финансов, а может быть еще и три части у нас. Например, Российская Федерация, президент, точка, главное государственно-правовое управление, точка. Или там какой-то комитет при президенте, точка. Вот эти все данные мы берем тоже из самого названия документа. Они не выделяются в самом источнике. И вот здесь возникает сложность, как это сформулировать. Просто знать, что сначала указываем от общего. И в самом заголовке мы идем от общего к частному. От страны или административно-территориального образования к более частным вещам. И переходим уже потом к названию. И пункт 6.9. Он применяется при составлении записи на законодательные материалы, международные договоры, различные воинские уставы и вот такого рода документы. Если у нас международный закон, то он вот по этому правилу будет составляться. Состоит он тоже из двух частей. Как правило, это название страны и обозначение материала в унифицированной форме. Ну и в первом случае тоже в унифицированной форме. А вот мы пишем «Российская Федерация. Законы». То есть если у нас есть просто федеральный закон, какой-то номер об образовании, то мы будем заголовок делать вот так. «Российская Федерация. Законы». А дальше пошло название этого закона. А если у нас указано, что это… Да, он тоже будет одобрен, принят Государственной Думой, но это не документ Государственной Думы. А вот если постановление или решение Государственной Думы Российской Федерации, вот тогда мы будем вот это. Сюда нам надо будет написать, что это Государственная Дума, а потом уже писать приказ, указ или распоряжение. Вот этот вот между Российской Федерацией и законом у нас вклинится еще название государственного органа, если он у нас есть. Если нет, то тогда просто вот таким образом покороче записывается. Ну вот так вот формулируется этот заголовок. Все это берется из текста. И вот как сформировать сложный заголовок. Такая схема-подсказка. Наименование органа сюда пишем. Сначала название страны или административно-территориального образования и обозначение материала. Вот два примера, которые мы рассмотрели, можно вот в виде такой схемы представить. И так держать ее под рукой, когда попадается у нас страшный законодательный акт. Мы сначала выдыхаем, открываем схему и смотрим, как у нас формируется заголовок. Но опять же, чтобы долго не искать в самому гостя. Можно вот такую схему сделать, подсказку для себя, и можно сюда еще добавить, например, каких-то примеров, если это необходимо. И второй момент. Это вот первый важный момент и первая сложность, с которой мы сталкиваемся. Ну и помним, важные пункты 6.8 и 6.9. Вот они как раз про это нам и рассказывают. Как здесь формируются заголовки. Это, в общем-то, схематическое изображение этих двух пунктов. И следующий страшный момент, с которым мы сталкиваемся, который нас сильно пугает, это вот эти все даты принятия, утверждения, одобрения, неодобрения, переподписания, редакции и что-то там еще. Их много-много-много. Куда это писать все? Вот здесь то самое отличие от предыдущего госта 2003 года, библиографическая запись, библиографическое описание. Вот эти все данные, они у нас переехали чуть повыше, на несколько этажей. Если раньше мы их писали где-то вот в серединке описания, не будем сейчас заморачиваться со структурой, просто где-то там вот. Сейчас они пишутся после основного заглавия. То, что нам уже должно быть хорошо известно. Сведения, относящиеся к заглавию. Вот сюда они переехали, в начало. Что для ГОСТов, что для законодательных актов, что для нормативных документов. Все это переехало теперь сюда. Почему это важно тоже учитывать? Вы будете иметь дело с описаниями по старому ГОСТу. Какие-то старые издания, старые, еще по тем правилам оформлявшиеся работы, не значит, что они плохие. Это значит, что нам немножко надо будет, если видите, что по-другому оформлено, значит, нам надо будет немножко на другое место скопировать и переставить. Самое важное – понять и вспомнить, куда это нужно поставить. Вот это мы сейчас с вами и посмотрим. Да, если есть коллеги из стран СНГ, или как там сейчас правильно сказать, ближнего зарубежья, кто еще живет по межгосударственному стандарту 2003 года, вот у вас это правило не действует. Вам наоборот надо смотреть то, что вы можете найти, например, в российских библиотеках, каталогах или в работах, оформленных по ГОСТу 2018, вам наоборот надо будет эти описания, вот это, то, что переехало наверх, опустить наоборот вниз, туда, куда у вас положено. Потому что там действует у вас еще, если иное не предусмотрено, ГОСТу 2003. То есть у вас как было, так и осталось. А вот у нас поменялось, вот они переехали. Вот так будет выглядеть описание у нас по новому ГОСТу. Вот смотрите, у нас заголовок сначала мы делаем. У нас есть федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. И самого источника мы вытаскиваем заголовок. У нас что? Закон. Ага. Значит, мы сразу... Кстати, заголовок можно... Вот мне студенты сказали, что им удобнее писать по-арабски. Слева... Справа налево. Не слева направо, а справа налево. Я смотрю сначала, что у меня. Ага, закон. Я пишу сюда закон. Закон вообще чей? Какой страны? Ага. Общий закон федеральный. Значит, закон Российской Федерации. Все, я дописываю уже вот эту часть. То есть справа налево пишу. Читаю слева направо, а пишу закон справа... Описание делаю справа налево. Ну, такая вот маленькая фишка. Посмотрите, может быть, да, действительно. Или, например, там распоряжение... Там указ президента Российской Федерации о чем-то там. Вот о чем-то там у нас будет вот здесь. Что у нас в руках? Указ. Записали сюда вместо закона. Указ. Указ кого? Президента. Значит, сюда мы еще допишем. Президента. А президент вообще какой страны? Наши. Значит, сюда дописали Российская Федерация. И все у нас получился хороший заголовок. Правильный. И все на своих местах. То есть можно идти, работая с источником, вот таким путем. Ну, такой маленький лайфхак. Может, кому-то пригодится. И вот так будет выглядеть наше описание. Вот это правило с переездом. Оно зафиксировано в новом ГОСТе. Библиографическая запись и описание. Пункт 5259. Номера пунктов я вам тоже на слайде наношу. Кому важно, нужно, можно будет туда сразу заходить, смотреть и использовать. Пункт гласит. При составлении библиографического описания законодательных нормативных ресурсов в сведениях, относящихся к заглавию, приводят их обозначения, дату введения или принятия, сведения о ресурсе, вместо которого введен, принят данный ресурс, и обозначения стандартов, патентов и других ресурсов в сведениях, относящихся к заглавию, не приводят, если эти обозначения указаны в заголовке записи. То есть мы один раз пишем, чем еще хорош заголовок. Мы один раз это написали, второй раз мы уже можем это не писать. Но вот здесь мы не написали, что это федеральные законы, мы используем унифицированный заголовок, вторую вот эту часть. Поэтому здесь мы пишем, что это закон не просто сам по себе, а закон федеральный. А вот номера гостов мы дальше увидим, мы вот так два раза писать не будем. Людмила, Людмила Государственной Думой. Да, да, совершенно верно. Вот здесь у нас, да? С большой буквы. Так, здесь у нас... Да, давайте его сразу исправим. При переносе иногда, коллеги... Большое спасибо, Людмила. При переносе иногда может у нас такая история возникать. Коллеги, сразу говорю, при переносе, например, знака точка тире, если мы копипастом для презентации делаем, может добавляться лишний пробел перед точкой. Не знаю, почему так происходит. Вроде копируете как положено, без пробел, но он автоматически добавляется. Поэтому, да, там уже нужно будет иметь в виду, такое может быть, происходить. Если вдруг что-то... Пожалуйста, большое спасибо, Людмила. Вы мне говорите. Мы это обязательно сразу же поправим. Ну и вот так будет выглядеть наше описание. Вот смотрите, вот оно пошло у нас общее основное заглавие. Потом мы ставим двоеточие. И вот пошло обозначение документа. Федеральный закон, номер... Опять же, откуда мы это берем? Мы сами придумываем. Нет, мы это даже копипастом можем взять. Часто это все уже есть в самом источнике. Потом нам надо указать дату принятия, кем принято. А это еще раз сведения, относящиеся к заглавию. Когда повторяются сведения, они повторяются с предшествующим знаком. То есть вот с этим, с двоеточием. Значит, мы опять копируем, вставляем, проверяем лишние пробелы. И пишем принят в Государственной Думы. Тогда-то, тогда-то. А потом еще одобрение. Одобрен Советом Федерации. Тогда-то, тогда-то. Добавляем, вставляем. Все, вставили. А дальше пошло уже знакомое нам из обычных описаний сведения. Москва, место издания, издательство. У нас два места издания, издательство. Мы их написали год издания страницы. И СБН – это печатный у нас источник, текст непосредственный. Можно писать, можно не писать. Чаще опускают. Но если у вас в требованиях написано «Ай-яй-яй», обязательно писать, ни в коем случае не пропускать. И не важно, что у вас большинство печатных источников в списке, а у нас вот решено, так окей, мы его допишем. Но пока сереньким выделяем. Если часть сведений взяты из непредписанных источников, или мы сами сформулировали, или откуда-то мы их взяли из других открытых источников, например, нашли, то тогда мы их ставим в квадратные скобки. Помним об этом, что все, что мы сформулировали сами или взяли из непредписанных источников, мы заключаем в квадратные скобки. Ну и вот мы их вот так можем добавить. Все, наше описание составлено. Как это выглядит? Ну, конечно, вот здесь немножко сложновато может выглядеть. Нижние пробелы, это я вам просто... Нижнее подчеркивание, это пробел. Чтобы запомнить, где какой... Чего находится и чего, где мы их ставим или не ставим. То же самое, но в виде уже схемы. Вот эту часть, сведения, относящиеся к заглавию, мы просто выписали вот такой схемой и пример на нее. Как это может быть... Так, здесь я уже боюсь про Государственную Думу смотреть. Нет, вроде здесь все правильно, с большой буквы. Да, вот там, видите, перенесли, оно как-то неправильно у нас скопировалось. Вот эту часть про одобрение. Одобрен Советом Федерации. Можно опускать. Чуть попозже скажу. Есть пункт в четвертом разделе, который разрешает нам опускать часть сведений, в том числе и сведения об одобрении. Допускает это, если вы их не привели, ничего страшного, можем их сразу в своих методичках, например, прописать, что мы их не указываем, не берем. Но если уж начали ставить, если вдруг в противовес указаниям, требованиям в методических рекомендациях студент везде в законах добавил вот эту вот часть, вот это сведение, вот этот элемент, связанный с одобрениями, одобрениями, но оформил его правильно, страшного ничего нет, за ошибку нет. Опять же, допуск в гости. Возможно опускать, а можно не опускать. Но только если уж начали где-то указывать одобрения, давайте везде, где они есть, тогда в этих законодательных актах его указывать. Или отовсюду убираем, чтобы в принципе единообразие у нас было. Но если уж нет его, тогда не пишем, естественно. Обозначение ресурса. Вот оно, название и номер, какой там есть. Вот что после него написано, там ФЗ, СТ, еще что-то. Вот как написано в источнике, так мы его записываем с большой буквы. Дата введения, принятия. Кем принят, когда принят. Вот мы его тоже, как в источнике, так мы сюда его записываем. И сведения о ресурсе, вместо которого введен или принят. Вот сюда, если есть одобрение, сюда, и потом через двоеточие мы еще вот эти сведения о ресурсе. Не всегда они тоже есть, поэтому указали хорошо. Если их нет, то, конечно, пропускаем. Ну, такая вот схема для законодательных документов. Без сокращений. Одно слово не сокращается никогда. И сокращениями тоже вопрос. По ссылкам в ГОСТе там есть сокращения, в ГОСТе библиографическая запись и описание нет сокращений. Но, опять же, все зависит от вашей методички, если она есть. Если там написано, что мы сокращаем, вам понадобится еще один ГОСТ. Правила сокращения слов русского языка. А если у вас источник еще на иностранном языке, тогда вам понадобится ГОСТ. Правила сокращения слов на иностранных языках. Ну, вот иногда проще написать полностью словами, чем мучиться вот с этими сокращениями еще дополнительные ГОСТы листать и изучать. И так страшно. А тут просто скопировал, поставил, все полностью написано. И вот так выглядит это в примере. Он уже, так, да, здесь у нас, здесь у нас еще, вот, сейчас мы его сразу поправим. Вот он у нас где-то неправильно откопировался, ах ты. Вот по нашему, по нашей схеме, что, зачем следует, вот он заголовок. Поэтому, когда начинаете читать, если идут вот такие общие слова, там Российская Федерация, президент, указы, Российская Федерация, законы, Российская Федерация, там, Министерство экономики, постановление, там, распоряжение, и только после идет название, вот здесь важно увидеть вот эту границу, где заканчивается заголовок, где начинается заглавие. Как правило, в заголовке вот этих частей будет две или максимум три. Может и больше, реже. Чаще всего две-три. Поэтому вот эту границу, ну, напрягая мозг, учимся определять. И вот зелененьким выделены наши сведения, относящиеся к заглавию. Вот федеральный закон, принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации. Если мы одобрение принимаем решение не указывать, у нас его не будет. Вместе с двоеточием он уйдет, и у нас пойдет сразу точка тире, где издано и текст непосредственный. Все. Вот оно, наше описание готово. Не настолько уж страшно. Вот эта часть, она может быть и очень большой. А в ГОСТах добавляется у нас еще один кусочек. Про ГОСТ сейчас посмотрим. Еще один элемент там будет, а в законах его нет. Источники. Откуда, чего берется? Вот такую шпаргалку я вам тоже постаралась сделать. Для печатного источника. Где в источниках находится нужная нам информация для описания. И если это печатное издание, то смотрим вот эти разделы. Ну нет, так нет. Юлия Курнаева спрашивает, а если пропущены данные по СБН? Что значит пропущенные? Мы их пропустили, тогда мы их вставляем. Если вы открываете какой-то источник, а там нет СБН, а если это не печатное, вот это печатное издание. Поэтому здесь есть и СБН. У электронных изданий тоже они могут быть зарегистрированы в Российской книжной палате. И электронные книги тоже будут иметь свой ИСБН. Да, там электронный ИСБН. Даже на ресурсы он может быть. Вот тогда мы его берем. А если, да, если ИСБНа нет, ну на нет и суда нет, тогда мы его не ставим. Но тогда вы его оформляете, вот этот источник. Почему, помните, мы говорили, важно определить в самом начале, это электронный какой-то ресурс или это печатное издание, вот к номеру ИСБН. Если это электронный ресурс, например, там выложен закон на сайте или в какой-то справочно-поисковой или информационно-поисковой системе, тот же гарант, консультант, плюс там ИСБН может и не быть. Если не выложено файлом с ИСБН, его может не быть. Нету, значит нет. Тогда мы оформляем его как электронный ресурс. Печатный оформляется вот так. Заглавие. Во-первых, на обложке можно увидеть, вот у нас уже то, что в кавычках. Это основное заглавие. Федеральный закон – это то, что у нас пойдет. Вот сюда обозначение ресурса, сведения, относящиеся к заглавию. Вот мы его отсюда уже можем вытащить. Место издательства, год издания. Вот они есть. Мы даже вот из этого описания их можем взять. Просто целиком с оборота титульного листа или вот здесь у нас обложка и сразу начинается вот эта страница. Здесь очень осторожно с готовыми описаниями, потому что они будут отличаться от того, что нам требуется в список. Часть элементов мы можем не указывать, а часть элементов может быть приведена по-разному. Не всегда так, как нужно нам для нашего списка и не так, как указано в наших методических рекомендациях. То же самое касается готовых описаний в электронных и библиотечных системах. Потому что здесь немножко другая функция. Не для копирования в список предназначена. Поэтому с этим очень осторожно. Но часть мы отсюда можем взять уже готовых элементов. Почему? Москва, место издания, издательство, год, страницы есть. Вот мы их сюда и забрали. И СБН есть, мы его сюда оставили. Еще здесь информация есть к сведениям, относящимся к заглавию. Уточнение, что это, актуальности и прочие вещи. Тоже мы их отсюда можем для этой части забирать. И вот в том же документе еще мы добираем информацию для вот этой части. Вот серенька это то, что мы уже собрали с предыдущей страницы. И то, что у нас еще осталось. Вот федеральный закон. Вот мы его сюда написали. Номер такой-то от такого-то числа. Иногда вот это тоже добавляется и записывается прямо вот сюда в обозначении ресурс. Не просто федеральный закон, номер такой-то ФЗ, а от какого-то числа. Вот у нас здесь написано, мы это можем сюда добавить. Дата введения или принятия. А вот это мы смотрим уже вот здесь. Кем принят и кем когда одобрен, если мы это пишем. То вот сведения указаны здесь. Вот мы их отсюда и берем. Опять же копипаст. Смотрите, мы здесь ничего особо нам делать-то не приходится. Просто смотри и бери и копируй. Копируй и вставляй. Просто поставить в нужное место. Все. Вот. Про электронные ресурсы был вопрос. Во-первых, когда вы смотрите тот же закон. Это вот опять тот же самый закон, но теперь уже не печатный, а представлен, выложен на сайте. И здесь, да, вот с двух сайтов в различных поисковых системах, информационных, справочных, правовых, он будет выглядеть совершенно по-другому. Да, не как страничка из книги. Опять же, начало. Вот начинается страница. Смотрим. Вот у нас есть. Российская Федерация. Уже, поняла, половина заголовка готова. Потом пишем законы. Потом пишем об образовании Российской Федерации. Вот оно заглавие. Потом ставим двоеточие. И пошло это у нас в федеральный закон. Вот они. Пошли сведения. Какая редакция? Обращайте внимание на редакцию и на изменения. Потому что, смотрите, вот у нас редакция, действующая с 1 января 2021 года. А вот тот же закон, тоже название, все то же самое. Но редакция действует с 1 января 2022 года. Изменения здесь на 20-й год декабря, а здесь на декабрь 2021 года. Вот это, обращайте внимание, когда вы делаете описание. Иногда мы как, пользуемся законом, статьи в текст поставили, все нормально. Потом начинаем оформлять список, и чего-то нам не хватает в том источнике, который мы смотрели. А мы вот открытым поиском в интернете просто набираем закон об образовании и не глядя описание. А там описание, все необходимые нам сведения есть, мы их просто оттуда копируем, вставляем. Оказывается, мы смотрели не ту версию. Поэтому, когда законодательными актами работаете в части описания, цитирований, очень внимательно смотрите, в какой редакции, какая действующая редакция. Потому что вы могли смотреть вот этот закон, а описание на него даете отсюда взять. Ну, потому что здесь данных было больше. И у вас получается некорректное описание, некорректная ссылка. Не тот источник. Там вообще может не быть этих пунктов, или они по-другому могут звучать. Поэтому с этим очень осторожно перепроверяйте. Смотрите, обращайте внимание на пометки о редакциях и изменениях. Если есть редакция, в какой редакции вот это указывать. Потому что у вас, Ксения, может быть анализ, например, нескольких редакций одного и того же закона. Ну, вот что-то вы там в своей работе с этим сотворили. Вы их проанализировали и какие-то выводы из этого сделали. И вам нужно будет указать и тот, и другой закон. И, соответственно, в этом случае мы должны будем указать, что вот это вот в этой редакции, а вот это вот в этой редакции. Потому что там разные изменения могут быть. И это может повлиять на содержание вашей работы. И в электронных ресурсах еще обращайте внимание. Вот эти все данные, если впечатан у нас титул, оборот, титул на листа, и мы все быстренько, одна-две странички и собрали. Здесь вот эти с документами, внесенными, с изменениями, вот это вот перечисление, а вот здесь мы его видели, да, вот оно, вот огромное-огромное-огромное перечисление. На сайтах то же самое. Но здесь все данные собраны как бы до него, и там еще продолжение идет. И мы их спокойно собрали. А вот на сайте вот эти сведения о принятии там одобрения и прочих, они могут располагаться после вот этой вот длинной простыни. где-то она скрывается, то есть ссылочка на нее надо нажать, тогда простыня выходит, а где-то они прямо вот в самом ресурсе. Поэтому если сверху ничего нет, ой, а я не нашел дату принятия или там введения в действие, а ее нет, ну, вниз-то полистаем, и вот внизу, как раз перед самим текстом, там, как правило, перед первой главой, мы их можем обнаружить. Поэтому имейте в виду, что здесь такая вот разбивка будет именно в электронных ресурсах. Это частый случай, когда мы их можем упустить. В электронном ресурсе законодательные акты еще могут выглядеть вот так. Вот видите, вот здесь вот этот глобальный список очень удобно сделан. Он собран вот сюда под ссылочку. Нажимаем, тогда мы увидим вообще все. Нет, у нас все удобно. Но не везде так сделано. И тогда тоже вот. В этом случае мы пишем так, как указано в источнике, в сведения, относящиеся к заглавию, мы берем вот ровно так, как это указано в самом источнике. То есть вот в этом электронном ресурсе. И вот тоже видите, обязательно пишется редакция. А вот эта редакция вообще самая свежая. От 17 февраля действует с 28 февраля. Вот эти данные тоже записываем. От какого числа у нас была редакция. Вот все даты у нас есть. А сам документ, вот он. То есть федеральный закон от 29 декабря 2012 года номер такой-то принят. Тогда-то... А вот дальше мы пишем уже в редакции. В какой редакции мы этот закон здесь указываем. И у вас вообще тогда получится закон 1, а редакции было 3. Вы все 3 можете там где-то анализировать в тексте. Тогда все 3 нужно будет указать в списке. По электронным ресурсам. Вот он, пункт 494, по которому мы вот эти одобрения можем опускать вместе с предшествующим знаком. Вот у нас пошла буква Г. И сразу после года точка тире и пошло описание. Это для печатного текста. Если у нас электронный ресурс, то тогда мы указываем, делаем описание как для электронного ресурса. Мы можем рассмотреть либо как составную часть, либо как полный ресурс, целиковый ресурс. Но чаще всего указывается как составная часть. Потому что чаще всего мы берем эти законодательные акты из каких-то правовых систем. Либо сайтов. Ну вот смотрите, в чем разница будет здесь. Первая часть у нас указывается, если мы рассматриваем этот закон как составную часть. То есть кусочек взятый откуда-то. В данном случае мы на сайте нашли этот закон. Первая часть до двух косых черточек. Она у нас составляется по общим правилам как для составной части ресурса. И плюс вот эти данные, которые мы только что с вами рассмотрели, мы сюда записываем. Обозначение, когда принят. Одобрение мы решили не указывать. Мы их убрали. У нас есть волшебный пункт. И тогда у нас остается просто дописать, что это текст электронный. Все. Вот она, самая страшная часть завершилась. А вот дальше мы указываем, откуда мы взяли этот документ. Правовая информация. И обязательно здесь добавляем, ну это был сайт. Если мы оставим просто правовая информация и дальше URL, ну непонятно это что. Это сайт, это справочная поисковая система, это база данных, что это такое. Он выложен был на сайте. Ну вот здесь очень просто. Мы дописываем, что правовая информация и поясняем, что это вообще-то такой сайт, он вот так называется, и там размещен этот документ. Вот там мы его смотрели. И дальше адрес размещения и дату обращения, как обычно. Совсем не страшно. Мы электронные ресурсы уже умеем делать. Это вот самый простой вариант, как это можно сделать. Из справочно-правовых систем. Например, консультант плюс гарант, что-то еще у нас там, Эпска, может быть еще что-то. Разница будет, первая часть все то же самое, разница будет только за двумя косыми черточками. Вот мы пишем название этой системы. Потом вместо сайта мы здесь поясняем, что вообще-то это справочно-правовая система. Адрес размещения, дата обращения, все. На этом можно остановиться. Иногда сокращают, пишут не вот так, а пишут вот здесь, перед консультант плюс, СПС консультант плюс. Ну, да, можно как вариант. Если так принято и указано в методичке, то да, то так можно. И вот смотрите, в первом, но здесь у нас два случая. Смотрите, здесь у нас сразу идет URL, а здесь мы еще до URL дописали режим доступа после авторизации в локальной сети университета. Это вообще о чем? А это две разные системы. Консультант плюс. Если мы зашли из своего дома, открыли, там, гарант или консультант, что у нас открыт, там, в открытом доступе, то есть свободная, открытая, некоммерческая версия. Мы с ней работали. С ноутбука из дома, по дороге на работу, вот мы открыли, посмотрели и этот закон применили. И составляем на него описание. Тогда вот здесь мы можем еще иногда указывать некоммерческая версия перед URL, но если совсем-совсем по правилам, то да. Ну, в принципе, вот этого уже достаточно. Это мы смотрели в справочной правовой системе. Открытый доступ. Мы обычно для открытого доступа, свободного доступа, ничего не пишем. Ну, поэтому мы можем вот так вот сделать. Но бывает еще справочно-правовая система. Ну, вот смотрите, Елена, обычно, да, справочно-правовая система. Так, а у нас что написано? У нас справочно-правовая система. Мы ее написали. Как они себя рекомендуют называть, так лучше и называют. А, вы имеете в виду тире. Ну, хорошо, давайте, чтобы не смущать, мы его уберем. Ну, вообще, по правилам, вообще, если справочно-правовая система, да, если напишите справочно-правовая система или справочная-правовая система без тире, ну, поверьте, вас никто не убьет. Да, даже тот же самый консультант плюс. Иногда вообще встречаются описания, когда пишут просто СПС, чтобы не мучиться вот с этим вопросом, консультант плюс, и все. Причем в самих методических рекомендациях от тех же библиографов, да. То вот, да. Ну, только очень осторожно смотрите оформление ссылок на самих сайтах вот этих гарантов и консультантов, которые указаны на самих сайтах вот этих систем. там для оформления ссылок они используют старый ГОСТ, поэтому туда очень-очень осторожно, очень внимательно надо, да. Поэтому нужно переделывать. Да, URL указать невозможно, если в локальной сети. Или в локальной, или из сети университета. Давайте поправим, да. Либо в локальной сети тогда URL у нас не будет, либо еще вот такой вариант будет, чтобы не смущало. Из сети университета. Такой вариант тоже может быть. Тогда у нас URL будет, но для доступа вам нужно авторизоваться в этой сети, и только из университета вы сможете получить доступ. К некоторым базам данных, например, такая возможность есть. Если локальной сети не будет, если локальная сеть, то URL не будет совершенно верно, тогда мы просто указываем справочное из локальной сети университета, да. А вот если у вас, например, к некоторым скопсовским статьям доступ открывается только из сети, только с территории университета, когда вы заходите даже под своим логином, паролем, там URL понадобится. Это не локальная версия, которая установлена на компьютер университета, а доступ из сети университета, да, как бы с территории университета и с компьютеров, которые здесь размещены. То есть URL все равно будет, он понадобится, но мы тогда пишем, что из... с территории университета, с компьютеров университета, здесь по-разному можно написать, но URL тоже будет, но дополнение вот это, что нужна авторизация в самом, как... афилиация, да, авторизация, как университета, и тогда вы получаете доступ. Не всегда это может быть выполнено со сторонних компьютеров, а только с территории самого университета или института, или организации. А иногда бывает третий вариант, когда у нас чисто локальная версия, она загружена уже на компьютеры самой организации, тогда да, тогда у нас будет URL, да, тогда у нас будет локальная и URL не будет, и просто пишем, оставляем режим доступа после... доступ из локальной сети университета, все. Или иногда пишут корпоративная версия, тогда этого не будет. Да, ну вот три варианта у нас здесь могут быть. По стандартам, сейчас еще тоже к ним, по стандартам когда будем, по-моему, там у нас тоже будет про это немножко. Стандарты. Заголовок. Заголовок формируется по ГОСТу библиографический заголовок, пункт 8.1. И выглядит он вот так. Локально установлен... Нет. Если в библиотеке локально установлен, любовь и URL не будет. Будет просто доступ из локальной сети, там университета или организации, ну, дату обращения можно поставить или актуальной записи сделать. Тогда URL не будет. URL будет только если, знаете, как скопосовские статьи, можно посмотреть, вот спринг. У вас должна быть учетная запись и первый вход должен быть, например, с одного только компьютера. Там привязка идет по IP-адресу и иногда требование есть, что только с территории университета, то есть по этим адресам. Но это не локальная версия. У вас есть логин, у вас есть пароль и вы должны войти по интернету, как бы проникнуть к этой базе, но сделать это можно и вам откроется доступ. Только в том случае, если вы зашли с компьютера университета, тогда URL будет, но это не локальная версия. Это вот такое жесткое ограничение, жесткий доступ. Если вы сделаете то же самое со своего домашнего компьютера или с какого-то ноутбука или со смартфона, то вам допуск не откроет, IP-адрес не совпадает или что там как-то они устанавливают эти жесткие ограничения. И вы не сможете пользоваться этой базой. А вот если у вас локальная версия без выхода в интернет, то вам URL не нужно, его не будет, его не пишем, его просто опускаем. Хотя он и обязательный элемент, его в этом случае не будет. И мы в режиме доступа просто пишем, что это доступ из локальной базы или локальные ресурсы, локальная сеть. Ну и дата обращения, там все. Вот, то есть у нас три варианта могут быть. И по стандартам. Ну смотрите, здесь та же самая история. Ай, сейчас. Вот он наш заголовок. В заголовок идет индекс документа, цифровое или буквенное обозначение и год принятия. Вот, вот это наш заголовок для стандартов. Дальше пошло основное заглавие. А дальше опять та же самая схема работает, как и для законодательных актов. Мы пишем, что это национальный стандарт, что это или межгосударственный стандарт, что это официальное издание, утверждено, введено в действие, приказом. Вот страшное описание, но оно опять же не страшное, потому что мы это все опять берем из источника. Потом копипастом это спокойно можно сделать. Вот. А 3 декабря номер такой-то, вот как написано, так мы его и делаем. Дата введения, точка. Там стояла точка, поэтому мы ее ставим. Не стоит точка, мы ее не ставим. Дата введения в действии, т.т. Москва, место, год издания есть, издательство есть, количество страниц есть. И вот смотрите, у нас сюда еще добавляется один большой кусочек. сведения об ответственности. То, чего в законодательных документах у нас не было, здесь оно есть. Здесь мы указываем, кем разработан этот документ. Это здесь очень страшно, не очень много названий. А может быть написано, один из всего разработчик, там, ООО «Техэкспорт». Все. Оно может быть очень коротким, но обратите внимание, для ГОСТов вот эта вот часть, сведения об ответственности, она добавляется. Ну и заголовок может выглядеть у нас по-разному. Для национальных стандартов, для межгосударственных. И там, вот все обозначения, которые есть, вот они у нас так будут выглядеть. И тоже два варианта есть для стандартов под заголовком или под заглавием. И вот это вот обозначение документа мы указываем только один раз. Если мы его указали в заголовке, то вот здесь мы его уже не пишем. Если мы делаем под заглавием, то заголовок у нас переезжает как бы этажом ниже, и мы его здесь должны указать в сведениях, относящихся к заглавию. То есть никуда мы от этого обозначения с вами не денемся. Либо так, либо так. Ну, наверное, удобнее под заголовком делать. Ну, кому-то под заглавием, тогда не забывайте про сюда вынести обозначение документа. Поэтому, если вам встречается описание под заглавием, а вам нужно сделать под заголовком, вы просто ищите обозначение документа, его вытаскиваете сюда, и здесь его не указываете. Ну, и наоборот. Схема та же самая. Заголовок, основное заглавие, сведения, относящиеся к заглавию. Тут у нас добавились еще сведения об ответственности. Ну, и все то же самое, что у нас было до этого. И сведения, относящиеся к заглавию, те же самые обозначения, дата введения принятия, сведения о ресурсе, но добавляются еще. Какой это стандарт, если есть указание, что это там национальный или межгосударственный стандарт, мы сюда это выносим. Если есть указание, опять же, смотрите, в самом источнике, что это официальное издание, мы его сюда вынесли из печатного издания. А вот в электронном формате может этого не быть. Если нет в том источнике, который вы смотрели, ну, можете либо в квадратные скобки дописать, либо не указывать это. Тогда у нас дальше пойдет просто. Утвержден, введен в действие. И вот они, наши сведения, опять же. И вот самые две вот эти большие части. Вот, они самые страшные, наверное, но они не самые сложные. Когда знаешь, чего, зачем пишется, и вот вам напоминалка к схеме, что мы указываем. Сведения об одобрении, Татьяна, можно обязательно опускать. И остальное, смотрим, что есть в источнике, то указываем. Обозначение ресурса обязательно, дата введения, принятия обязательно. Вот она, краткая схема. Для студентов, если в курсовых работах, вот этого достаточно, чтобы они указали, хотя бы начать вот с этого, с малого. Поэтому национальный стандарт Российской Федерации, если есть, можно сказать так, если есть в источнике, указываешь, если нет в источнике, не указывай, пропускай, можно пропустить. А вот утвержден, введен в действие, это обязательно нужно указать. Если в заголовке, вот здесь, мы это тоже не пишем. То есть вот сразу начинается название и утвержден, введен в действие. Вот это вот обязательно, тогда у нас должно быть. Откуда чего берется из самого ГОСТа? Да вот смотрите, здесь даже вот это, национальный стандарт указывать, не указывать, а вот смотрите, вот заголовок, вот он у нас уже есть, вот мы его отсюда, раз сюда поставили. Основное заглавие, вот оно есть, раз мы его скопировали, поставили. Сведения, относящиеся к заглавию, вот они. Смотрим, ага, обозначение, у нас оно в заголовке есть, пропускаем. Дата введения или принятия, здесь просто общая схема, поэтому если вы в своей методичке вот этот момент пропишите, что вот это указываем в заголовке, а вот это прям сразу из схемы можно убрать и начинаем. Можно вместо этого написать, что вот национальный стандарт, мы указываем, что это стандарт. И вот видите, здесь у нас есть издание официальное, вот они, все данные уже и есть. Просто бери, копируй, и можно схемой им показать, чего, откуда скопировать, и вот сюда мы вставляем, что здесь указываем, что какой это стандарт, и если есть, что это официальное издание, можно, вот. А можете в методичке написать, что опускаем, и вот обязательно приводим дату введения или принятия. Ну, сложно иногда в колледже или студентам, кто первый раз пишет курсовые работы, объяснить, запомнить и сориентироваться, им и так страшно. Ну, по сокращенному варианту, ну, окей. Но вот дата введения принятия, она должна быть. И если есть сведения о ресурсе, вместо которого введен или принят, то тоже указываем, вот у нас вот их нет, мы их опускаем. Ну, вот остальные издания, место, издательство год, вот мы их тоже с титульного места забираем. То есть вот такую схему сделать, сразу видно, откуда чего берется, и что указывать. Можно вот в таком вот виде сделать. И оборот титульного листа. Вот эти самые большие страшные слова. Кем разработано то, что за косой чертой? Да вот оно. Вот мы их вставили. И сведения об утверждении и введении в действие, то, что нам нужно, тоже может быть находиться вот здесь на обороте титульного листа. Как бы на обороте. В электронном формате они один с другим следует. Приказом федерального агентства от когда и номер. От какой даты, номер, вот оно все есть. Здесь вот ST нет, мы его напишем. И вот как указано в источнике, ровно так мы и делаем. Вот. Просто копипастом взяли, поставили, все, наша схема готова. То есть здесь тоже особо много чего-то разыскивать не надо. И вот был вопрос про ISBN. Видите, у нас здесь ISBN нет. Значит, мы его не пишем, просто опускаем. Даже если у нас не электронный, а распечатанный, как бы есть. Ну вот нет у нас в этой версии. Хорошо в этом файле, в этом ресурсе. Ну хорошо, как есть, что есть, то и указываем. И то же самое правило. Если мы это берем из электронного ресурса, вот мы первую часть делаем, все даты введения обращения мы записали. И дальше мы пишем две косые черты и указываем, откуда мы это взяли. Если в названии самого ресурса у нас указано слово сайт, например, сайт государственной правовой информации. Ну вот так написано на самом сайте. Сайт, там или портал государственной правовой информации. И мы это написали и из названия уже понятно, что это такое, что это сайт, а не сборник. То больше мы можем не дописывать никаких пояснений. А вот здесь непонятно. Правовая информация это что? Это сайт, это база данных. Все что угодно может быть. Тогда мы через двоеточие поясняем, что это сайт. Можно взять в квадратные скобочки, если мы это сами сформулировали на основе нашего анализа. Интернет-портал, да, по аналогии, по аналогии, Юлия, это я вам, пример просто по аналогии, не с официального интернет-портала правовой информации. Если вот так указано, как Юлия в чате нам написала, официальный интернет-портал правовой информации, то достаточно этого, никаких пояснений вот так уже можно не указывать. И еще, коллеги, смотрите, сюда мы еще можем дописать сведения вид содержания средства доступа текст электронный. Если у нас электронных ресурсов меньшинство в нашем списке, вот сюда до двух кассовых черточек мы еще должны будем написать точка-тире текст, пробел, двоеточие, пробел, электронный. Вот сюда вот эту часть мы должны будем вставить с вами. и да, вот она, видите, вот мы ее добавляем сюда. Вот так вот у нас будет тогда выглядеть. Если же электронных источников большинство, тогда по правилу меньшинства, да, мы вот это, вот это вот будем вставлять тогда для печатных источников. Ну, если иное не прописано в ваших методичках, естественно. Иногда может быть написано, что в любом случае пишем, тогда в любом случае пишем. Ну, и то же самое добавляем пояснение, если консультант плюс, да, справочная правовая система, как указано у них, либо мы вот сами сформулировали, поставим в квадратные, давайте поставим в квадратные скобки, и у нас тогда будет правильно, а мы сами сформулировали вот эту вот тему и 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 либо СПС консультант плюс. Так, и вот, может быть, вот такой вариант, тот же самый режим доступа, ограничения, указываем до URL, доступ по подписке из сети университета, например, вот так, да, вот здесь, вот здесь у нас более, да, вот тот третий вариант, по которому мы сейчас ломали копии для законодательных актов, вот, подписки из сети университета, то есть у меня должна быть подписка, но это не локальная сеть, интернет мне понадобится, поэтому URL есть, но вот там жестко, это я для примера просто, для учебного, не из реальности взяла систему Гарант, здесь может быть все, что угодно, там, Эпска, Эль Сильвер, ну, вот из сети, то есть мне надо быть на площадке университета, и тогда я смогу, поэтому URL, находясь вне университета, у меня не получится, скажут, извините, доступ закрыт, то есть вот это вот пояснение, может быть написано вот так, и вот из локальной сети, если у нас нет URL, у нас может выглядеть это вот таким вот образом, описание, то же самое для законодательных актов, какая система, режим доступа из локальной сети университета и дата обращения, либо вот так, доступен в локальной сети университета, дата обращения, то есть и так, и так можно, но только если уж вы начали в одном месте для локальных писать режим доступа, то везде пишите, если нет, то тогда везде не пишите, чтобы одинаково было везде. Про дату обращения увидела вопрос там, про, что у нас было, про пробелы, и пробел нужен, после URL и дата обращения, нужен ли пробел, Ольга спрашивает, скорее всего вот здесь, URL и потом перед скобочкой, отделяется пробелом адрес, электронный адрес, пробел, скобочка и пошло. Вот здесь, ой, а я даже не взяла указку, вот здесь пробел будет перед скобочкой, и дальше пошла дата обращения. Вот здесь перед двоеточьем не ставится пробел, и между датами по ГОСТу везде не ставился пробел. Ну и мы не будем ставить. Вот здесь, да, конечно, ну как пояснение, когда мы, после режима доступа тоже пробел не ставится, это не библиографический знак, а пунктуация нашего русского языка. Здесь то же самое, а вот здесь ставится, потому что это библиографический знак, отделяется двумя пробелами. Это основное заглавие источника, а вот это сведения, относящиеся к заглавию, поясняют, что это за источник. Ну как мы говорим, это книга, это монография, это хрестоматия, или это что-то еще. Ну вот в данном случае электронный ресурс какой, это сайт, это СПС, это база данных. Поэтому библиографический знак отделяется, по этим двум пробелам мы его и опознаем, что это пошел другой элемент библиографической записи, вот он с этим знаком, а это предыдущий элемент. А вот это все, это один элемент, потому что у нас здесь пробела нет, мы его не ставим. это как бы пояснение. Режим доступа двоеточие, откуда режим доступа, а вот отсюда. Ну и пару слов по, ну вот коллеги, в общем-то не особо страшная вещь, эти законодательные акты, и ГОСТ, и самое главное, только вот вытащить. И пару слов про ссылки, как и обещала, первичные и повторные ссылки на законодательные акты. Делаются заглавие ресурса, вот эти вот обозначения с двоеточиями, что это федеральный закон, вот, остальное мы можем опустить в первичные ссылки, если подстрочную, например, делаем, через двоеточие. Иногда можно приводить, да, может в требованиях быть, что приводим все, утвержден, принят, одобрен. Хорошо, тогда мы приведем. Посмотрите, если у нас описание в источнике уже готово, нам очень легко просто убрать лишнее, оставить нужное. И убираем точку тире. Вот у нас в каком-то собрании год, номер, выпуск, вот оно у нас указано, вот закон, составная часть из большого собрания вот этих законодательств. Вот мы его указали. И обратите внимание, здесь у нас идет, что не страницы, а статьи. Может быть и такой вариант, с которым вы можете столкнуться. Если есть страница, то указываем страницы. Если есть статьи, то указываем статьи. В ссылках очень часто рекомендуется указывать номера статей или номер статей. Но если вы в тексте про них сказали, например, в статьях таких-то, таких-то рассматривается этот вопрос или там отмечено следующее. То есть они как-то в тексте у вас прозвучали. Тогда вы просто страницы здесь указываете, как обычно, и все. Если вы в тексте не указали эти статьи, а их упоминаете, особенно косвенное заимствование, приводите из этого закона, ну, например, в трех статьях из закона о конституционном суде отмечены вот такие-то особенности. В каких статьях? То здесь можно указать статьи, но в список источников пойдут страницы, если они есть. Если из электронных ресурсов вы тоже выбираете, вот именно цитируете конкретные статьи и не указываете их в тексте, то есть номер статьи у вас не указан в тексте, но вдруг так получилось, то тогда в ссылке его укажите, о какой статье идет речь. Потому что, ну, по ссылке мы открыли, перешли этот электронный ресурс, а у нас там в статье 20. А о какой вы говорили? Да, или или да, ну, или порядковый номер акта. По заглавиям. Вот про статьи тоже такой момент может быть. Про повторную ссылку просто указываем заглавие ресурса, и указание либо статей, либо порядкового номера. И по нормативным актам просылки здесь еще проще. Здесь указывается номер страницы, чаще всего он у нас есть. Или если это электронный ресурс, тогда просто URL, ссылка туда. Но в тексте тогда тоже указывайте номер пункта, о котором идет речь, иначе будет не совсем понятно. Ну вот, вроде бы и все, коллеги. На сегодняшний день мы добрались до завершения. Посмотрели по схемам. Спасибо большое, Юлия. Я посмотрю еще раз этот момент, да, по подзаконным актам. Вот это, про ссылки. Мы его обязательно дополним. И, коллеги, мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Ну, контакты я вам на всякий случай оставляю. Если будут вопросы, если будут комментарии, замечания, все принимается, пожалуйста, большая просьба, пишите, пожалуйста, мне либо в мессенджер ВКонтакте, либо на адрес химейла, потому что это действительно очень важный момент для того, чтобы нам совершенствовать наши вебинары и материалы для вас. Очень много моментов, которых в ГОСТах просто нет, и даже в каких-то дополнительных разъяснениях, пояснениях их может не содержаться, а это действительно очень важно для нас всех с вами. Я постараюсь все, что вы пишете, комментируете, задаете вопросы, обязательно собирать. И, коллеги, сразу говорю, для меня это очень важно на самом деле, потому что, ну, постараюсь это все максимально сделать наглядно и правильно для вас. Кстати, чтобы этим можно было пользоваться. Не было у нас этого страха. И, коллеги, кстати, еще по дополнительным материалам и шпаргалкам. Небольшую такую вещь я вам тоже сделала и большая просьба вот участникам сегодняшнего вебинара. Можно будет посмотреть, есть ли подписчики ЭБС по библиографическим описаниям статей и сборников и печатных, и электронных сборников и периодических журналов. Ну, вот такие сегодня я вам немножечко схемы показывала для законодательных актов. С ними тоже будем работать. Естественно, я учту все, что вы сегодня говорили. Огромное спасибо, коллеги, что обращаете внимание. И вот по статьям я вам такую небольшую шпаргалку сделала, страница на 30. Можно ознакомиться, есть там доступ к ознакомительному фрагменту, а есть для подписчиков... Есть и полный доступ для подписчиков ЭБС бесплатно в нашей ЭБС университетской библиотеке онлайн или можно в интернет-магазине посмотреть, там вообще какие-то копейки буквально выставлены. Но там я вам постаралась сделать вот такую вещь с шаблонами, то есть не просто схемы, что откуда берется по статьям из разных сборников, а еще и шаблон, чего куда записывать, в каком порядке и уже с расставленными знаками. То есть уже подсказка, и можно как рабочую, такую рабочую подсказку использовать. И я вам сейчас вот эту ссылочку дам, где это можно будет, вот эти шпаргалки посмотреть, и в бесплатном формате это вот здесь. Ну и для подписчиков ЭБС, университетская библиотека онлайн, для пользователей, там вот все выложено в библиотеке, абсолютно бесплатно можно смотреть, скачивать и прочее. Вот я вам вот эти три шпаргалки, сюда выложу вот. А так что забирайте, смотрите, пользуйтесь, мне тоже будет очень интересно и полезна ваша обратная связь. Кто посмотрит, попробует использовать, пожалуйста, напишите тоже мне в личку или на почту, насколько удобен этот формат, насколько вот, чего может быть не хватает, может быть чего-то дополнить, а может наоборот, что-то вам показалось лишним. Потому что вот эти вот, вопрос про презентацию Татьяны Вежу, презентации сегодня не будет, потому что про законодательные и ГОСТы, про нормативные документы, вот тоже будем собирать вот в такую шпаргалку, уже с шаблонами, с заполнением, чего куда писать, откуда брать. Мы сегодня просто кратко с вами посмотрели, такой небольшой набросок, а я вам сделаю, чтобы им можно было бы пользоваться. Поэтому там, кто не подписчик университетской библиотеки, можно там в интернет-магазине, я вам скинула все эти самые варианты, можно будет там все посмотреть и образец... Образец... Господи, все, вижу вопрос, уже пытаюсь ответить на вопрос, забываю, что говорила. Фрагмент в свободном доступе есть, поэтому тоже можно сначала посмотреть. Да, Ксения, это все в плане, я просто не успеваю сделать все и сразу, поэтому приходится вот такими кусочками. Это просто у меня уже был запрос на вот эти описания статей из электронных журналов. Вот, кстати, про электронным ресурсам по новым ГОСТам, вот по новому ГОСТу, я вам там тоже вот в этой вот шпаргалке оно там есть. Юлия, не знаю, не я ставлю, не я ставлю. Это в изнательстве стоят, это не ко мне вопрос. Вот. Уж как поставили, так поставили. Ну, видимо, видимо, очень страшно для тех, кто младше 16-ти, хотя на самом деле, ну, наверное, наверное, нет, наверное, не очень. Ничего такого там нет, сразу скажу. Вот. Свидетельство о государственной регистрации программы для АВМ. Татьяна, про, да, в ГОСТе такого нет. Есть ли какие-то примеры, образцы, которых нет в ГОСТе, коллеги, пожалуйста, тоже присылайте мне в личку или на почту только либо ссылку, либо вот сам источник, да, по которому нужно будет делать описание, мы такие вещи тоже будем собирать. На архивные материалы, например, нет, на диссертации, не помню, там в образцах, по-моему, есть, а в самих правилах нет. Вот это мы тоже собираем и делаем вот эти описания. По архивным материалам уже сделали такую вот шпаргалку, подсказку. Я только не знаю их делать, вот если одним сборником вообще все шпаргалки туда и про новые, и про электронные ресурсы, то, ну, это придется подождать. Или вот такими-то маленькими кусочками вы мне тоже скажите, как вам удобнее. Я вам тогда вот так и будем делать. Ну, и в нашей группе «Библиография для небиблиографов» я эти тоже информацию об этом размещу, и вы смотрите, пожалуйста, там информацию об обновлениях, и какие-то комментарии тоже пишите, как удобнее, так я для вас и буду делать. Так, в вопросах есть. Курсовых? Ой, так, большой вопрос от Юлии. Нормативные акты с датой писания. Да, дату редакции нужно. Про это мы уже говорили. Про ссылки. Смотрите, да, для целей библиотечного дела, где можно, нельзя использовать в юридических документах про нормативные акты был вопрос, да, тут очень такой большой, серьезный вопрос от Юлии, с датой подписания, публикования, откуда можно, откуда нельзя, может быть, для юридических специальностей, да, и я так понимаю, что речь про юристов идет, там больше ограничений будет, А если это курсовая работа, не юридическая специальность, то, наверное, да, то можно в упрощенном варианте указывать, как для вот библиографических целей указывать в списке более упрощенный вариант, это да, это можно сделать. Если, да, про юристов я поняла Юлиаха. с учетом правил юридической техники, ну, здесь опять смотрите, для чего? Для юридических документов точно не подойдет, так мы не указываем. Это чисто как библиографический список, и список литературы, он идет в том числе и для учебных работ, а курсовые, дипломные работы, это, в принципе, учебные работы, это не публикуемые документы, не издаются они СБН, им же не присваивается, поэтому здесь возможны другие варианты. Это рассматривается как справочно-библиографический аппарат издания, аппарат работы. Поэтому вот здесь такие варианты, они могут быть, они допустимы, и вот здесь упрощенный вот этот вариант составляется именно по вот этим описаниям. Для серьезных документов нет, для юридической практики, конечно, нет. Там другое указание, другое цитирование юридических документов должно быть, естественно. Варианты записи режима доступа, фиксированные ли? Для авторизованных... Фиксированы только слова режим доступа, а дальше варианты вы пишете, ну, примеры какие-то в ГОСТах, они приведены, вы пишете там по подписке, режим доступа платный, или требуется авторизация. Для авторизованных пользователей, то есть вот такого вот прям жесткой фиксации писать только для авторизованных пользователей, или только требуется авторизация, здесь нет. Но старайтесь выбирать просто вариант, который покороче, чтобы еще здесь у нас много слов не было. фиксировано только вот обозначение, режим доступа. Если мы его пишем, то да. Вот это фиксировано. На библиографические ссылки, да, 2000 на библиографические ссылки не распространяется стандарт заголовок, там совершенно у нас другое действует. На библиографические ссылки распространяется только ГОСТ-2008. Татьяна не совсем поняла, но с вами согласна. Вы мне просто тогда напишите, можно в личные сообщения, что имелось в виду, где о чем это. Тогда мы тоже это скорректируем, если это необходимо. Ну вот, коллеги, и напоследок, самое последнее, что я вам обещала, это ссылка на страницу выдачи сертификатов. Вот она. Здесь можно заходить. Через некоторое время после завершения сертификата, вебинара сертификата будут доступны, их отсюда можно будет забирать. Ну, вам придет письмо, уведомление и о готовности, и тогда можно будет уже переходить. По презентации Владимира пока нет, она будет переделываться. Следите за нашей группой библиотек, библиография для небиблиографов ВКонтакте. Вот туда я информацию тоже буду размещать. Что-то будет в открытом доступе, что-то мы потом, я вам скажу, где и как можно будет это добыть. Сегодня пока точно нет. Юлия тоже пока нет, чуть-чуть попозже. Группа библиография для небиблиографов ВКонтакте. А вот здесь, в принципе, контакты есть. Давайте я вам, может быть, отдельно его сделаю. вот. Сделаем вот так. Так, сейчас посмотрю, это у нас вот этот. вот этот слайд с контактами, я вам его прямо отдельно просто даю. С вкладки можно его скачать, если неудобно сейчас листать. И просто в контактах со мной связывайтесь, они здесь и есть. Я вам расскажу, чего где смотреть. Ну, и за нашей группой следите. Я туда обычно все это буду выкладывать. Начало пропустила. Ссылка на запись будет обязательно, чуть попозже. И в нашей группе Директ Академия ВКонтакте. И здесь я тоже ее укажу. И на Ютьюбе можно будет найти. Ну, вот, коллеги, вроде...